Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о книге пророка Малахия. Обратимся к первой главе. Пророк Малахия жил примерно в середине минус пятого века. Может быть, во второе половине. И был, как надо полагать, современником, может быть, старшим современником пророка Иоиля и пророка Второзахария, автора второй половины книги Захарии. Вот ориентировочная эта эпоха вскоре после построения второго храма. В то время, когда только разворачиваются события, связанные с реставрацией иудейской религии, с реформами эздро и инеми, заканчивается, собственно, строительство, и все связанное с вторым храмом. Вот такое время, когда, казалось бы, в общем, жизнь налаживается, насколько может налаживаться жизнь в оккупированной стране. Хотя, в общем, в ту эпоху мало, кто из стран и народов мог похвастаться хотя бы относительной свободой и самостоятельностью. Тем не менее, вот, страна находится под властью разнообразных посторонних сатрапов, большей частью персидских, позже вскоре уже нагрянут эллины во главе с Александром Македонским, ну и так далее. Вот такая зависимая, зависимая страна, хотя в то же время Сюзерен находится крайне далеко, и его влияние, наверное, не каждый день, не каждую минуту ощущалось. Теперь сам Малахия, имя которого мы, вообще говоря, не знаем, потому что надписание книги содержит это слово, Малахия, которое означает-то вестник. И, может быть, это было надписание, означающее слова вестника, того, кого Бог послал к народу Божьему. Может быть, и может быть, и впрямь это было имя собственное. Так вот, пророк, вероятно, происходил из клерикальной среды, был связан с храмом. Вполне вероятно, что он был одним из священников, потомков колена Левиина. Хотя, собственно, прямо и недвусмысленно об этом в тексте не говорится. Просто система интересов того, что важно для пророка, чему он посвящает свое пророчество, вот оказывается сосредоточен именно вокруг храма и священства. Дальше. Начинается первая глава книги пророка Малахии с такого странного риторического вопроса, который как будто бы задают Богу израильтяне. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Вероятнее всего, Малахия был участником некоторой общественной дискуссии, не оформленной в явном виде, а разговоров среди иудеев того времени, которые, с одной стороны, знали от раньше служивших Богу пророков, что Бог возлюбил Израиля, что причина существования Израиля — любовь Божья, что Бог искупил народ Божий и вернул его из плена, потому что возлюбил. Ну, хорошо, да, это более или менее люди усвоили. По крайней мере, об этом все-таки достаточно регулярно говорили люди, которые, если хотите, исполняли в том обществе, в том числе и функцию пропаганды. Священники, учившие закону, пророки, выступавшие при храме с пророчествами, ну вот, люди это слышали, знают. Бог возлюбил народ свой. Хорошо. Но израильтяне при этом, в общем, были все время в претензии, потому что жизнь-то не сказать, чтобы особенно била ключом. Жизнь-то трудная, как у всех, иногда еще труднее, чем у окрестных народов. Урожай плохой. Надой из скота или что там у скота бывает, тоже никуда не годятся. Многие события, всяческие засухи и прочие климатические катаклизмы наводили израильтян на мысль, что, ну, наверное, Бог нас любит не больше, чем кого-нибудь другого. И вообще непонятно, а в чем это заключается? В чем выражается любовь Бога? Потому что, ну, как мы предполагаем, что любовь Бога – это, значит, прекрасный валютный курс, большая зарплата, и у всех все хорошо. У всех все хорошо. И оказывается, что где-то здесь вот наблюдается то, что непредвзятый человек назвал бы потребительским отношением к Богу. Бог существует для того, чтобы решать наши проблемы сиюминутные или там чуть более долгосрочные. Тем не менее, наши проблемы которые мы сами себе создаем или которые возникают из-за каких-то климатических, исторических случайностей. Вот все. А если этого нет? Если колбаса по 2.20 исчезла, для того, чтобы прокормиться, приходится работать, а не бить баклуши на каких-нибудь атомных фейковых предприятиях. Мы все помним, 90-е, вот эту вот обиду, говорили, что Бог любит. А где? Вот никакой любви не наблюдается. Любовь, как оказалось, проявляется в том, что Бог дает нам свободу, а не в том, что Он дает нам сытость. Тем не менее, вот ровно та же самая ситуация при Малахии. Один к одному. В чем проявляется? Где? В чем явил ты любовь к нам? Где это? Нам тяжело, нам голодно, у нас проблемы. И где твоя любовь? В чем она проявляется? Драматический вопрос, потому что если ты его задаешь, то, скорее всего, ты уже не в состоянии услышать ответа. Господь Иисус в Евангелии иногда говорит такие вещи, что, например, всякий грех простится, а холона Духа Святого не простится, потому что ты уже не в состоянии принять это упрощение. Так и здесь. Если ты начинаешь предъявлять Богу претензии, а в чем явлена твоя любовь к нам, ты уже не поймешь. Не поймешь. Этот ропот оказывается совершенно убийственным для душ, для отношений с Богом и для истории. И Господь, да, говорит на этот вопрос, ну вот я же возлюбил Иакова, а Исава отверг. Ну, когда это было? Мало кого ты отверг. Если Едом, да, вот посмотрите, я вас терплю, а Едом покараю за его прегрешение, увидят это глаза ваши, вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Бог предлагает через Малахию увидеть любовь Божью в том, что Бог предопределил и избрал нас к жизни. Бог нас любит, поэтому Он нас сотворил. Бог нас любит, поэтому мы живы. Бог нас любит, поэтому Он воздает нам не по нашим грехам, а по своему милосердию. Бог нас любит, поэтому мы выживаем, тогда, когда остальные просто исчезают и гибнут. И это, в общем, не тот ответ, который готов услышать Израиль. Ну и, уж честно скажем, не тот ответ, который готов услышать любой народ, любой социум, который идет на потребительское отношение к Богу и на предъявление претензий. На самом деле, наше общество 90-х, а также 10-х годов прошлого столетия тоже очень яркий пример тому самому, о чем речь идет в первых стихах главы. Вторая половина главы посвящена объяснению, ответу на вопрос, что происходит между людьми, Богом и человеческой судьбой, и человеческой историей в этом, так сказать, треугольнике. Бог, люди и события. Что и почему происходит? Господь говорит через Малахию, что, ну вот, вы говорите, что вы дети мои, ты отец наш, мы глина, ты образователь наш, что вы рабы Божьи, ну и действительно, со времен плена среди многих пророков эти выражения вполне становятся идиоматическими. Израиль говорит, мы рабы Господни, мы дети Божьи. Иногда, без большой адекватности, скажем, ну, в качестве примера можно привести, как те же израильтяне Господа Иисусу, бия себя пяткой в грудь, говорят, что мы рабы, что мы дети Авраама и не были рабами никогда никому. 400 лет в Египте не в счет. Ну и здесь тоже, вот мы рабу Божьи, мы дети Божьи, а где же его отеческая любовь? И Бог говорит, ну хорошо, если я отец, то где почтение ко мне? Если я раб, где благоговение предо мною? Понимаете, израильтяне, иудеи, собственно, уже, к которым Бог обращается через Малахию, пытаются выстроить с Богом отношения безликие, безличностные. Мы там чего-то делаем религиозное и нам, пожалуйста, благословение, благодать желательно крупными купюрами. А Бог говорит о отношениях личностей, об отношениях от сердца к сердцу, хотя нравственное состояние Израиля в этот момент таково, что там насчет от сердца трудно говорить. Тем не менее, хорошо, вот вы говорите, что вы мои дети, где почтение? где благоговение, это личностные отношения, раба к господину, сына к отцу. Когда ты видишь другую личность, когда ты находишься с ней во взаимодействии, и эти взаимодействия действительно могут происходить под знаком уважения благоговения. Помимо всего прочего, просто очень важная идея, важная идея, что Бог хочет видеть благоговение с нашей стороны. Не помпезные глупости, не ситуации, когда мы бросаемся защищать честь Бога, на которую никто не нападает. Когда мы бросаемся защищать Бога от оскорбительной практики каких-нибудь других людей, при том, что мы эту практику придумали сами, и Бог не просил от нее защищать, вместо того, чтобы отнестись с уважением к тому, что Он говорит, к тому, что Он от нас ждет. Понимаете? В те времена, конечно, наиболее ярким выражением того, что происходило между Богом людьми, израильтянами, было то, что, ну, жалко приносить жертву Богу хорошие, лучших ягнят, лучших телят, беспорока, крупных, ну, рождаются иногда хромые такие нежильцы, одноглазые мутанты, которых не выкормишь. Ну, вот это вот давайте поднесем Богу, отправим в Иерусалим, принесем жертву. Да, если хлебная жертва, то что-нибудь такое заплесневелое, ему же все равно, это же сожгут на алтаре. Поэтому можно сойти, для Бога сойдет и так. По-русски это называется «на тебе Боже, что нам не Гоже». Вот ровно именно по этой пословице. И Бог говорит, ну, хорошо, вы говорите, трапеза Господня не стоит уважения, приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, ну, поднеси это твоему князю, он тебя похвалит. Как ты думаешь? Такой вот риторический вопрос. Уплоти этим налоги, подари это князю, от которого ты ожидаешь благоволения. Это невозможно, потому что отношение с князем это отношение с его реальной личностью, и сердить его, и обижать не хочется. Господь говорит, ну, тогда и мне не надо такого приносить. Дело не в том, что Бог нуждается или не нуждается в жертвоприношении как таковом. Еще пока люди, малахи в том числе, не очень в состоянии понять, как могут быть устроены отношения с Богом без этой кровавой жертвы. Но уж если ты в этой парадигме жертвоприношений существуешь, тогда в ней должно проявляться почтение и благоговение. А если этого нет, то все будет разваливаться, все будет, вся жизнь будет разваливаться, и ты будешь удивляться, а где в чем проявляется любовь Божья, а на самом деле она не может появиться ни в чем, потому что ты относишься к Богу хамски и потребительски. хамки 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 Продолжение следует...